всем привет друзья у меня в хозяйстве появился вот такой помощник вот это более младшая версия электростанции которой я снимал прошлых видео вот и сегодня у нас реально выключили свет и эта штука сегодня будет мне помощником есть хорошая возможность его протестить вот реально нет воды отключили свет скважине воду не возьмешь интересно сколько эта штука сможет мне поддерживать насосную станцию вот которая должна закачивать воду в дом сколько проработать телевизор к примеру да на ней или холодильник или электрочайник или вот подогреть себе еду электроплита у меня потом насосы которые у меня в этом самом в котле вот вот сейчас хочу стиральная машинка да допустим стирку надо достирать или или просто запустить вот реально здесь все у меня выключено ничего не светится идем к отелью там темно начнем с насосов интересно сколько на этой на этой малышке проработает работают мои насосы хорошо сегодня у меня котел он 20 градусов за ночь что прогорело и как бы котел не работает но у меня два насоса если бы здесь все горячее было если бы дрова горели то естественно это была бы проблема вот такая маленькая штука вообще я эту штуку просто мечтаю уже что придет весна и я просто ее на природе буду использовать но вот даже в таких условиях как сейчас она может очень даже пригодится потому что маленькая мобильная две резетки две резетки дисплей все показатели есть то есть кто не смотрел прошлое видео вот вот такая вот это вот вот это нас электростанция у меня была в том обзоре это профессиональная штука вот это более такая на выезды кемпинговая электростанция но тем не менее тоже как бы она имеет свой ну как бы свою нишу вот у нее также здесь юсб тайп си зарядка от прикуривателя есть фонарь кстати вот фонарь нам сейчас ты пригодится здесь вот 91 процент заряда вот мы включим фонарь есть какая подсветка и две резетки обычные евро 3 и 3 варианта зарядки вот автомобиля можно зарядить прикуривателя можно заряжать машине пока едешь вот здесь вот вот сети и солнечных панелей хорошо будем тестить включаем наши насосы активируем розетку и здесь кнопочку нажать все насосы включились потребляемая мощность 135 ватт два часа работы емкости чуть чуть меньше 300 точнее ну 300 ватт у него по паспорту до трехсот двести восемьдесят чем-то по моему в амперах я не знаю честно какая у него емкость но в общем вот при такой мощности два часика он не сможет поддерживать мои насосы достаточно неплохо вес 5 килограмм вот значит с этим понятно хорошо нет дальше интересно сколько допустим проработает холодильник на нем идем к холодильнику сейчас его подключим холодильник не работает все остывает а если такое время ну если это долго то конечно это будет проблема все размёрзнется там идем смотреть что у нас там дальше холодильник ты где так вот он наш холодильник отключаем холодильник что у нас здесь о пусковой был больше сейчас 130 130 ватт два часа может работать холодильник но он же работает не постоянно то есть он включился выключился вот поэтому поэтому это сейчас он как бы компрессор работает потом через какое-то время он выключится то есть я думаю чтобы даже больше двух часов сможет проработать холодильник а заряжается эта штука достаточно быстро за часик свет включили и подзарядилась обратно отлично так следующие у нас электроприборы ну доставать кабель с электроплиты нет желания есть маленькая плита у меня электрическая вот индукционная и и сейчас вот хочу молока подогреть есть электрочайник надо закипятить водички есть тостер вот сделать греночку все можно с помощью вот этого я уже молчу за телефоны ноутбуки это все понятно и так вещь полезная хорошо включаем нашу ставим на 400 на подогрев 600 ватт меньше видите индукция то ничего практически не потребляет вот то включилась на 400 ватт короче она такие импульсами импульсами греет греет молоко кстати параллельно могу и чайник запустить она топ 50 140 минут то 40 часов это 36 часов сейчас а вот это 25 минут в общем подогрей хорошо пока молочко греется сейчас уже не буду его останавливать все равно сейчас надо его подогреть вот потом включим чайник посмотрим отдельно чтобы не нагружать потому что чайник берет прилично он берет полторы полтора киловатта наверно берет вот поэтому дадим возможность здесь подогреться и будем дальше тестить и так молоко подогрелось выключаем теперь подключаем чайник подключаем чайник лампочка горит 600 ватт потребление он его плавно и 20 минут 20 минут работы электрочайника вот но закипит он за две-три минуты как обычно так вода закипела отлично как обычно две-три минуты 70 процентов заряда еще у нас теперь тостер так запускаем тостер все тостер включился так тостер запустился потребление такое же ждем пока выскочит так тостер а готов готов тост отлично поджарился 61 процент у нас еще так идем качать воду а то вода в крайне уже заканчивается надо подкачать надо подкачать настосную станцию так идем к настосной станции подкачаем воду так пробуем запускать а не запустил слабый пусковой ток он там пишет оверлот короче не хочет есть не справляется сожалению не запустила она это электростанция не запустила мою насосную станцию ну для этих целей есть другой аппарат но эта штука точно справится подкачаем воду до 1200 ватт но пусковой ток видимо больше и этот малыш не запустил итак следующее что у нас не работает это не работает вай фай 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 нет вай фая так хорошо сейчас будем пробовать подключить вай фай потому что у детей онлайн онлайн обучение интернет отрубился сейчас попробуем сможем ли мы его восстановить есть один есть второй так ну что проверяйте есть интернет или нет 32 часа может работать без проблем вообще практически ничего не потребляет проверяем сейчас если вай фай вообще супер вай фай есть обалдеть ребят вот это на то что то чего мы больше всего страдаем когда выключает свет у нас просто нет вай фая вот а теперь есть отлично у нас есть youtube чик и 32 часа она может работать 32 часа супер вот эта вещь так а теперь тест со стиральной машинкой два часа пошла стиральная машинка тебе без проблем то есть если надо достирать вдруг что-то без проблем с машинкой справляется отлично итак следующий у нас телевизор что у нас будет телевизор с телевизором и так следующим у нас будет телевизор сколько же проработает у нас телевизор 3 часа 55 56 ватт запускается наш телевизор и так вай фай подключаем телевизор подключаем и смотрим любимый фильм пока нет электричество отлично ну и наконец компьютер может работать у нас при пятидесяти семи процентах заряда 15 до 15 12 часов скачет 14 15 вот так вот ну что друзья даже в домашних условиях это маленькая портативная станция себя не знаю как как по мне то зарекомендовал очень хорошо и на и наилучшее что вот она для меня может выдать это 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 интернет это вай фай вот без которого мы обычно если нет электричества куда-нибудь едем потому что дома заняться нечем вот эта штука полезно реально но стихия все-таки и и не здесь не в доме ее стихия на выездах на природе в путешествиях потому что по дороге ты ее заряжаешь а на природе ты можешь просто зарядить все свои там не знаю аккумуляторы дроны я не знаю компьютер телефоны и не очень нравится нравится название river так как мы много ходим на байдарках я думаю что я смогу его элементарно брать даже в байдарку и полностью обеспечить себя всем электричеством лампочками вечером там фонарики заряжать и тому подобные вещи поэтому вот такая вот штука сегодня у нас на обзоре вот кому понравилось палец вверх подписывайтесь на канал до новых встреч пока пока